Первую монету, о которой я хочу вам рассказать, Деяние Петра. Монета очень интересная. Диаметр ее 13 сантиметров, вес 3 килограмма 342 граммов. Представляете, что это за монетища? Конечно, тираж ее небольшой, 300 штук. Это коллекционная инвестиционная монета. И это только одна из представленных монет. Конечно, сами монеты в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике не выставляют. Здесь увеличенное панно. И благодаря этому можно рассмотреть все детали. Например, рыцарские латы на Петре I. Это монета, посвященная 300-летию Полтавской битве. На самом деле, Петр был в военном мундире. Такое допущение требовала героическая традиция медальеров 18-19 веков. Или серебряная монета 2005 года из серии Вооруженной силы Российской Федерации. Здесь можно рассмотреть изображение морского пехотинца начала 18 века. К созданию такой монеты привлекались военные историки. Так что даже количество пуговиц на мундире солдата соответствует исторической эпохе. Кроме всего прочего, была при Петре I проведена денежная реформа. На одном из Полотен, на монете, изображена как раз эта денежная реформа, монета, посвященная денежной реформе. На ней изображен первый механический пресс Санкт-Петербургского монетного двора. С этого момента в России прекратили выпускать монеты с помощью ручного труда и стали они выпускаться именно механическим способом. Выставку Петра Творения организовал Банк России. Она приурочена к 350-летию со дня рождения Петра Великого. Выставка работает в Рязанском Кремле на третьем этаже во дворце Олега. Ее можно посетить до 28 декабря. Продолжение следует...